В зале заседания Попечительского совета Казанского федерального университета состоялось пленарное заседание Всероссийской конференции организаторов Второй федеральной олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России. Участие в конференции приняли представители Министерства науки и высшего образования России, Российского совета олимпиад школьников Федерального агентства по делам национальностей, профильных министерств и ведомств Республики Татарстан. Как мы все знаем, что президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путином 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Язык – это важная часть культурного кода, каждого народа – это основа культурного наследия. И в нашей многонациональной стране, конечно же, сложилась уникальная система учета интересов и как этнических культурных сообществ. Центральной темой для обсуждения стала роль университета в сохранении и развитии родных языков и культуры народов России. Организация Второй федеральной олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России. Олимпиада проводится второй год. Включена в перечень олимпиад школьников Министерства науки Российской Федерации. Мы очень рады, что сегодня Казанский федеральный университет принимает организаторов Второй федеральной олимпиады школьников по родным языкам и культурам Российской Федерации. Первая олимпиада состоялась по предложению Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в 2021-2022 годах впервые на федеральном уровне была проведена олимпиада. Здесь были представлены 8 языков и 6 вузов Российской Федерации. Напомним, что федеральная олимпиада по родным языкам и литературе пройдет в 2022-2023 учебном году по 27 языкам на базе 18 вузов. Основным оператором олимпиады станет Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Амосова.